Всем привет! Это Спортмарафон и обзор на горные лыжи Salomon Stands 102. Линейка Stands совершенно новая в модельном ряде Salomon и 102 Stands самый широкий среди всех представителей линейки. Так же, как и его младшие братья, он содержит внутри древесину тополя, которая сверху и снизу закрыта двумя листами титанала. Нижний лист титанала укладывается, как обычно по классике, от края до края. Верхний лист титанала выполнен по технологии Metal Twin Frame, что значит, что он облегчен. То есть, вот эти текстурные окошки, которые видите, они полые. Металла здесь нет. Это представлено в верхней части лыжи и в нижней части лыжи. Вместо металла здесь находится волокно CFX, которое содержит в себе волокна льна и карбона и усилено дополнительно строчками из базальта. Это обеспечивает торсионную жесткость лыжи и при этом не отягощает ее. И здесь, в принципе, максимальное сходство с младшими братьями у лыжи заканчивается, потому что геометрия и профиль у нее, в принципе, достаточно сильно отличаются. Геометрия отличается более длинным радиусом, и это значит, что лыжа еще более стабильная на большой скорости. Профиль отличается более выраженными рокерами. Рокер спереди шире и больше, подъем пятки сзади тоже более длинный, хотя, возможно, это так сразу и не видно. Такой большой рокер обеспечивает легкое всплытие в пухлом снегу, и это закономерно, потому что лыжа обладает более широкой геометрией, соответственно, и рокер здесь должен быть здоров. И действительно получилось такое мощное комбо, которое позволяет кататься на большой скорости по подготовленной трассе и при этом смело выезжать за пределы трассы, в том числе и в достаточно глубокий снег. Рокер и геометрия позволяют всплывать без дополнительных усилий. Что касается усилий, лыж достаточно требовательны, то есть, как вы поняли, она жесткая, она включает в себя довольно серьезные материалы, и она требует вашего контроля, она требует вашей техники. Она идеально подойдет тем, кто имеет хорошую техническую базу и при этом имеет достаточный вес для того, чтобы лыжу продавить. Она жестче, чем ее младшие собратья по линейке. Ход очень стабильный у данных лыж, и, в принципе, как и ее младшие собратья, она получилась достаточно уникальная в своем классе. Сравнить ее достаточно сложно с чем-либо. Ее можно сравнить с Fischer 102 FR, но он заметно мягче и у него короче радиус, то есть, это получается совершенно другая лыжа для других задач. Самая ближайшая модель, с которой ее можно сравнить и получится действительно похожа, это, опять-таки, Armada Declivity в 102 ширине талии. Однако, в отличие от Stands 102, Armada будет заметно жестче и требовательнее. Stands 102, несмотря на то, что он тоже требовательный к контролю, он гораздо более фановый и позволяет кататься действительно весь день и получать максимум удовольствия. Armada в этом плане будет заметно жестче. Как-то так, выбирайте снаряжение с умом. Всем снег, всем пока!